Друзья, привет! Меня зовут Алексей Шадрин, и я вижу, что вы испытываете неподдельный интерес к моему онлайн-курсу «История искусства в творческой практике». На самом деле, название этого курса еще длиннее. «История европейского искусства в творческой практике». Почему искусство европейское? Потому что курс ориентирован на изучение изобразительного языка. Искусство – это разговор человека с человеком на языке художественных образов. Тогда, когда слова бессильны, и изобразительное искусство имеет свой образный язык. Его нужно знать. Он намного проще, чем язык вербальный, но тем не менее тоже требует изучения. Вот как раз на этом курсе мы изучаем европейский изобразительный язык. Мы учимся его понимать, и мы учимся на нем говорить. То есть применять полученные знания на практике. Смысл этого курса в том, чтобы не только расширить свой кругозор. Не только в том, чтобы расширить свой бэкграунд, свой культурный фон, хотя и в этом тоже. Смысл в том, чтобы интегрироваться в европейское культурное пространство. В том, чтобы с легкостью воспринимать те образы, ключевое слово – воспринимать, на котором говорит искусство всего мира. Да, дорогие друзья. Дело в том, что, конечно же, существует огромное количество направлений. Существуют культуры разных времен и разных народов. Все это необычайно интересно. Но говорим мы сегодня на европейском изобразительном языке. Так уж сложилось исторически. И этому посвящен наш курс. Он состоит из занятий лекционных, которые вы слушаете в записи в любое удобное для вас время, на любом удобном для вас устройстве. В частности, это очень хорошее заполнение автомобильных пробок. Вообще, транспорт нужно конвертировать в знания, нужно конвертировать в гуманитарное образование. Это мое твердое убеждение. И я много лет иду по этому пути. Да, собственно говоря, всю жизнь иду по этому пути. Лекционные занятия в записи, а практические занятия в прямом эфире. То есть мы с вами собираемся в онлайн-классе. Как работает онлайн-класс, вы очень быстро и легко разберетесь, прочтя соответствующие инструкции на сайте школы профайл. И там мы разбираем ваши домашние работы. По умолчанию ваши домашние работы разбираются в прямом эфире. Если вы этого не желаете, то тогда в обязательном комментарии, а без заполнения обязательного комментария вы не сможете просто сдать задание. Поэтому все равно придется что-то написать. Первой строчкой, прописными буквами, вы пишете «Не показывать» и восклицательный знак. Ни в коем случае нельзя это писать где-то в конце. Знаете, как иногда бывает «Будьте любезны, не показывайте, пожалуйста, на занятии». Да елки-палки. Я сначала показал, все рассказал, все обсудили, а потом обнаружил эту приписку. Крупными, то есть прописными, заглавными буквами вы пишете «Не показывать». Для того, чтобы успешно закончить курс, нужно выполнять, как вы поняли, теоретические и практические домашние задания. Нет, конечно, вы можете их проигнорировать. Тогда это будет просто серия лекций. Достаточно больших, напряженных лекций. Но если вы хотите получить сертификат, а вы хотите получить сертификат, почему? Потому что в западных вузах нет вступительных экзаменов. Есть конкурс анкет и документов. И любая бумажка о прохождении любых курсов идет в дело. Я трижды уже сталкивался с тем, как вот такая, казалось бы, простая писюлька с печатью и подписью преподавателя решала судьбу человека. Поэтому за сертификат стоит побороться. А для этого необходимо быть активным, принимать участие в практических работах и отвечать на теоретические вопросы. Теория целиком идет через сайт. Вам предлагается формализованный опросник. Вопрос и варианты ответа. Либо вы выбираете один правильный ответ, либо вы выбираете несколько правильных ответов. Поэтому всегда внимательно читайте вопрос, обязательно посмотрите, сколько должно быть правильных ответов и отвечайте так, как сочтете нужным. Но при этом, если вы внимательно слушаете теорию, если вы внимательно слушаете лекционную часть и смотрите лекционную часть, то вы гарантированно ответите на все вопросы и получите результирующую оценку «Стоп». Нельзя смотреть на перемоточки, особенно формулировку домашнего задания. Смотрите внимательно. И тогда прямо по ходу просмотра можете заполнять и опросник, пока свежи впечатления. И достигнете при этом максимально возможного балла. 100%. Система оценки 100 балльная с шагом в 10 баллов. Для того, чтобы получить сертификат, для этого нужно набрать 75% правильных ответов по теории и 75 баллов по практике. Вот с практикой дело обстоит посложнее. Практическое домашнее задание формулируется в конце каждого теоретического занятия. При этом практическое домашнее задание двух уровней. Задание базовое и задание продвинутое. Вы выполняете либо базовое, либо продвинутое домашнее задание. На выбор! И базовое, и продвинутое одновременно выполнять не нужно. В этом нет необходимости. Базовое задание достаточно простое. И смысл базового задания состоит в том, чтобы вы практическим движением подтвердили понимание материала. Но на самом деле даже не понимание, а переживание материала. Особенность гуманитарного знания состоит в том, что его нужно пережить. Этот опыт нужно пережить. Нужно пройти через этот экспиренс. Вот преподавателю безумно трудно вас оценивать. Как поймешь? Но у меня есть свои преподавательские приемчики. У каждого преподавателя не есть свои преподавательские уловки, которые позволяют мне, в общем, практически со стопроцентной достоверностью понимать, прошли вы через опыт, пережили вы материал. Или остались к нему совершенно равнодушным и выполнили задание формально. Что называется, на отвали. Так скажем. Продвинутое домашнее задание позволяет раскрыться вашей креативности. Тут вам придется поработать. Но и оценка всегда выше. Если вы успешно справились с базовым домашним заданием, вот сегодня вы выбрали себе базовое домашнее задание. Завтра можете выбрать продвинутое. Это в зависимости от вашего настроения, от того, интересна вам тема или нет, есть у вас время и желание. Масса факторов. Если вы успешно справились с базовым домашним заданием, по умолчанию ставится оценка 80. Что это означает? Зачет. Вот что это означает. А 80 – это минимально необходимое количество баллов для получения сертификата. Ну, вообще минимальное 75, но поскольку шаг 10%, ставится оценка 80. Если задание выполнено блестяще, если оно представляет ценность для всех остальных учащихся, присутствующих в прямом эфире на практическом занятии, где разбираются домашние работы, то оценка может быть повышена до 90. До 90. То есть 10% на поощрение у преподавателя есть. Если вы успешно справились с продвинутым домашним заданием, то зачитывается оно с оценкой 100. Но если возникают какие-то шероховатости, то в этом случае оценка может быть понижена до 90. Если вы с продвинутым домашним заданием справились вот супер-пупер, вот просто великолепно, ваша работа отправляется с вашего согласия, разумеется, в музей школы «Профайл». Техническая служба собирает материал с помощью преподавателей для музея школы. То есть музей выставлен на сайте школы «Профайл». Вы можете посмотреть там работы ваших соучеников, предшествующих групп и, может быть, увидеть там свои собственные. Иногда, в редких случаях, есть еще один инструмент для поощрения. В редких случаях используется еще один инструмент для поощрения, когда вам повышается оценка выше 100. Это невозможно технически сделать в рамках одного занятия, но в рамках, к примеру, двух занятий вполне взять, приплюсовать что-то к следующей работе. Такой инструмент тоже используется. Это тоже способ поощрения. Поэтому за сертификат, дорогие друзья, стоит побороться. Если вы успешно закончили курс, то есть набрали 75 по теории, 75 по практике, то вы получите сертификат физический. Это бумажка. Но на самом деле это не бумажка, а кусок пластика. Сфоксимиле моей подписи. Он придет к вам по физической почте после окончания курса. А перед тем, как вам будет выписан сертификат, вам придет письмо, где будет предложено выбрать язык. Так вот, выбирайте английский. Почему? Потому что в России вас поймут. А вот за рубежом, если будет сертификат на русском, могут не понять. Поэтому всегда надежнее выбирать английский язык. Занятия чередуются. Теория, практика, теория, практика, теория, практика. В конце курса вы выполняете итоговую курсовую работу, но не пугайтесь этого словосочетания. Это просто итоговая работа. Это не значит, что она больше или труднее. Она просто итоговая. Смысл ваших практических усилий в том, чтобы пройти через опыт изучаемого материала, а затем этот опыт уже применить в вашей практической деятельности, если, конечно, такая имеет место. Но даже если вы просто квалифицированный зритель, или хотите стать квалифицированным зрителем, или просто находите себе развлечение на вечер, стоит побороться за сертификат. Неизвестно, как дальше сложится жизнь. Какие темы разбираются на курсе «История европейского искусства?» «История искусства в творческой практике». На первом занятии мы с вами, разумеется, обсуждаем общие положения и говорим о происхождении искусства. Между прочим, захватывающая тема, очень популярная. Карманьонцы, неандертальцы, натуральные макеты, охотничьи пантомимы, перформансы, наскальные рисунки. Затем следует занятие практическое. Второе, на котором мы разбираем ваши домашние работы. Да, кстати, друзья, я не ставлю низких оценок. Я имею такую техническую возможность. Я могу взять, влепить колу. Но такого не бывает. Ну, с редчайшими исключениями, и я даже не хочу об этих исключениях говорить. А в большинстве случаев, если вы не справились с домашними заданиями, ну, такое бывает, это нормальный, это учебный процесс, то ваше задание отправляется на доработку. Что это означает? Это означает, что вы просто делаете вторую попытку. Все то же самое. Вы идете на те же страницы, также загружаете работу, также пишете комментарий, но она уже проверяется не публично, она уже проверяется преподавателем в тиши кабинета долгими зимними вечерами. Итак, второе занятие. Готика и ранний итальянский ренессанс. А что это такой бросок-то колоссальный, спросите вы? А как это так? А почему так? Как это оно так получилось? Что между происхождением искусства, между каменным веком, палеолитом, и вдруг раз, и готика. Чего бы вдруг? Все не так просто, дорогие друзья. Наш главный критерий – это влияние на современный изобразительный язык, пополнение словарного запаса, образно выражаясь, и искусство, которое развивалось в промежутке между веком каменным и готикой, необычайно разнообразно и необычайно интересно. Греческое искусство, архаическое, классическое, римское искусство, искусство Византии, искусство древнего Египта, критское искусство, ассирийское искусство, искусство этрусков. Масса всего любопытнейшего и прекрасного. Но проблема заключается в том, что на формирование изобразительного языка, на котором мы сегодня говорим и который мы сегодня используем, который мы понимаем, фундаментальное влияние оказали только греки. А все остальное, что необычайно интересно, такого влияния не оказало. Поэтому на этом курсе опущено и преподается на курсе под названием «Национальное искусство. Формула личного стиля». Собрано и вынесено в отдельный курс. А вот о греках мы говорим. Почему? Потому что греки транслируют свои изобразительные ценности, свои изобразительные приемы, свою изобразительную логику, свои изобразительные слова, свою лексику через римлян в высокий, поздний и ранний ренессанс. Так немножко задом наперед получилось, но вы поняли, что я имел в виду. Поэтому греков мы с вами не минуем. Но в связке с Флоренцией. Ну и отчасти с Венецией. Следующее занятие практическое. Разбор домашних заданий. Затем занятие пятое. На котором мы говорим об искусстве высокого и позднего ренессанса и противопоставляем его искусству следующей эпохи. Эпохи барокко. Это самое интересное. Это захватывающее просто занятие. Целиком построенное на логике великого швейцарского искусствоведа Генриха Вольфлина. Вот там создается и формируется вообще главный понятийный каркас всего курса. Занятие большое и сложное. Но знания, полученные на нем, вам ох, как пригодятся. Особенно в фотографии и особенно в кинематографии и видеоблогинге. Следующее занятие, разумеется, будет шестое практическим с обсуждением работ. Седьмое занятие эпоха модернизма. Короткая эпоха. В общем, едва ли натягивающая на сто лет, ранний и поздний модернизм едва, едва укладываются в век. Но это очень интересно. Почему? Потому что в то самое время в искусстве формируется культ автора и авторства. Работы становятся авторскими, переходят от изображения к художественному высказыванию. поэтому на этом занятии очень большом, очень тяжелым, но безумно интересным вы конвертируете знания о предыдущих эпохах в современность. Модернизм вообще уже относит к современному искусству. Современность, по мнению искусствоведов, начинается в середине 19 века и продолжается по сей день. Ну, в общем, с этим можно только согласиться. Затем занятие практическое, девятое занятие постмодернизм. Вот от слова постмодернизм многие впадают в ступор, кто-то начинает просто беситься, он чаще всего вызывает неприятие. Дорогие друзья, постмодернизм прекрасен. Не то слово, как прекрасен. И за период постмодернизма, который, между прочим, не завершен, он в ходу, он начинается, он постепенно наступает, нарастает в период, ну, где-то с 1945 по 1967 год, вот в эти 22 года, он завоевывает позиции, распространяется по всему цивилизованному миру, и за период постмодернизма, то есть вот с этого времени, начиная и по сей день, выработано столько всего интересного, столько всего захватывающего, необычайно выразительного, что просто удивительно, но это так, я смею даже утверждать, что в период постмодернизма сделано ничуть не меньше, чем за период раннего, высокого и позднего ренессанса, другое дело, что существует принципиальная разница между изобразительным искусством арт и файн-арт, искусством изящным, искусство изящное, это крошечный сегмент внутри арта, крошечный сегмент, искусство, которое призвано ласкать взор, об этом мы тоже говорим, безусловно, но мы должны помнить, искусство это разговор, разговор не всегда приятный, но всегда полезный, человека с человеком, ну или альтернативно человека с божеством на языке художественных образов, затем занятие практическое, и наконец занятие 11 искусство США и Канады, с чего бы вдруг, мы же только что с вами сказали, что у нас курс, посмещенный европейскому изобразительному искусству, дорогие друзья, особенно те из вас, кто был в США и в Канаде, или кто живет в США и в Канаде, ну вот согласитесь, что от восточного побережья, ну где-то до среднего запада, до Чикаго, это Европа, это Европа, во всех ее проявлениях, такая модернизированная, но Европа, и конечно искусство США и Канады, это продолжение искусства европейского, да, несколько трансформированное, да, это уже искусство американской нации, мы кстати будем там на этом занятии говорить о том, что такое американская нация, как она возникла, что она из себя представляет, это очень интересное антропологическое явление, но она существует, это искусство американской нации, это искусство по большей части использующее европейский изобразительный язык, но с вплетением метафорически выражаясь слов языка аборигенов, это очень здорово, это очень интересно, это просто захватывающая тема, после чего вы выполняете курсовую работу, которую мы с вами разберем на занятие двенадцатом, после чего у вас остается неделя на закрытие хвостов, если такие имеются, и вы получаете письмо с уведомлением о том, что успешно прошли курс, и вам будет выдан сертификат. Самое главное в выполнении практических и теоретических домашних заданий не опаздывать, не опаздывать, почему? Потому что в 18 часов 59 минут по Москве в день практического занятия дедлайн, и если вы сдаете задание позже, система срезает с вас 20%, и это невозможно изменить, это совершенно невозможно изменить, нет технического ресурса для того, чтобы это изменить, так сделано специально, чтобы все играли по-честному. Курс онлайн курс использует новейшие технологии интернета, это захватывающее путешествие, в которое я вас приглашаю. Увидимся, дорогие друзья. удачи! 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 Удачи!